В стартом составе спартаковцев предсказуемые появились Шишкин и Кольниченко. Еще до матча Черчесов намекал, что всерьез рассчитывают на этих футболистов. Ну и хочется сказать о том, что матч фактически в 40-градусную жару проходил. У хозяев же главная перемена случилась не на поле, а рядом с ним, теперь рядом с Бровкой, команда руководит Вячеслав Грозный, который когда-то работал в Спартаке, мы помним это помощником Олега Романца. Кольниченко вытеснил из состава Быстрова, которому не очень доверял на Еврохидинг. Сейчас, похоже, не очень доверяет в данной минуте и Черчесов. Ну и мы видим, что в первом тайме красно-белые смотрятся посолиднее, поувереннее. И на перерыв команда гостей уходит выигрывая. Максим Кольниченко после передачи Титова, блистательно отыгравшего первый тайм, забил свой первый гол в этом чемпионате. Второй тайм спартакцы начали достаточно деловито и, наверное, с полным осознанием собственного статуса, который в понимании москвичей был выше, чем у соперника. Два неиспользованных момента, очевидно, не очень сильно огорчили Спартак, а вот Терек собрался, Терек завелся и за 13 минут ухитрился забить три мяча о ворота с типа Петтикоса. Причем каждый раз у бьющего футболиста было вдоволь и пространства, и времени для того, чтобы подумать, посмотреть, оценить обстановку и не промахнуться. Вот Джабраилов, Гуля и Кузьмичев не промахнулись. И это удивительно-удивительно в свете того, как расслабилась спартаковская оборона. Дело не в усталости, по крайней мере, не в усталости физической. По такой же аре отбегать 90 минут. Дело, наверное, в сознании, в головах, а не в чем-то, что связано непосредственно с функциональной готовностью. В конце матча Черчесов выпустил Быстрова, Дзюбу, Павленко. Только вот замены Спартаку помогли не сильно. И можно сказать, что игра красно-белых оставила противоречивые впечатления, неплохой контроль мяча, уверенность себя вроде бы. И крайне неумелая игра футболистов, которые причастны к обороне. И слабое желание у второго тайна в эту оборону возвращаться. 3-1. Первая победа Терека Придрозный. Я просто подсказал, что необходимо более внимательно играть. Сказал, каким образом, каким образом мы перестроимся. Сказал, что в футболе, если играть правильно и проявлять максимум желания, то игра никогда не заканчивается с отрицательным счетом. Нужно прикладывать максимальные усилия. Плюс агрессивнее играть в атаке. Из-за 10 минут нельзя вычеркивать остальные 8. Другое дело, что классная команда не имеет права такой отрезок времени играть не так, как подобает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам в свое время довелось с Грозным поработать? Нет, мы с ним были хорошие друзья. Мы с ним познакомились еще в 90-м году, когда я работал в СК Одессе, а он возглавлял мне его видница. Когда мы познакомились, как бы общий язык нашли с тех пор. У нас такое хорошее отношение. Вы звонили ему, поздравили с победой? Нет, еще нет. Я просто вчера все матчи смотрел, не успел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда объясните, как же так получилось, что Терек впервые забил в премьер-лиге 3 мяча и обыграл Спартака? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я думаю, здесь больше вина Спартака самого. Потому что я думаю, что все-таки они хотели выиграть за счет класса. Потому что класс игроков есть, что намного сильнее, чем класс Терека в индивидуальном плане. И думаю, так складывалась игра, особенно в первом тайме, что они легко играли. Не напрягаясь, не напрягаясь. И забили голы, и первые 10 минут, и второго тайма в таком же плане. Моменты были, они их не реализовали. А потом, когда пропустили, они не готовы были все добавить. И, естественно, они сразу все потерялось у них. И уже и класс потерялся, и индивидуальное мастерство потерялось. Больше суеты стало, спешки. И, естественно, в таких моментах плюс перестали в оборону возвращаться. И те грубые ошибки, которые пустили в оборону, это для классной команды негоже. И, естественно, они проиграли. Я думаю, что все-таки удача была на стороне Терека, что они забили голы. Забили голы, и забили голы, в принципе, после другейших ошибок обороны. Потому что, как был забит второй гол, он не имеет права защитник по уровню, там был и ранник, от уровня ошибаться и выбить мяч, чтобы так, что футболист вышел один в один. Это не может быть такого. Я думаю, это в большей степени ошибки Спартака. Кстати, вот раскроем маленький секрет. Мы ждали сегодня на программу в гости Станислава Черчесова. Но он был вынужден поехать на плановую рабочую встречу хозяину Спартака Леониду Федуну. Так что, может быть, на следующей неделе Станислав Саламович будет здесь. И расскажет нам, что же случилось в Грозном. Скажу только о том, что после матча он зашел в раздевалку, не кричал, не шумел на своих футболистов. Произнес, я не могу понять случившегося. Может быть, вы сами себе объясните, себе в своей атмосфере, в своем кругу, что произошло.